Ну, друзья, ваше здоровье! Привет, мои дорогие друзья! Привет подписчики канала, привет гости канала! Конечно, скажу сразу, это видео я снимаю не для тех, кто уже принаторел в самогоноварении, кто уже давно им занимается, а для тех, кто только собирается начать или вот уже начал и не знает как, чего и куда. В общем, это видео для начинающих, потому что у меня появляется все больше и больше подписчиков, таких, которые только начинают гнать самогон или хотят начать гнать самогон. Появляется много комментариев, вот для этого я решил запилить данный видосик. Короче, ребят, по поводу самогонного аппарата. Какой самогонный аппарат купить, какой самогонный аппарат мне сделать. Сейчас я расскажу, исходя из своего опыта, про самый простой самогонный аппарат, который выдает отличный хороший самогон. Короче, смотрим, ребят. Показываю холодильник, конденсор. Данный холодильник выполнен полностью из нержавейки. У него корпус нержавейка, трубка нержавейка, внутри труба, сама спираль, которая накручена там, тоже нержавейка. Данный холодильник, вот данный конденсор, выполнен много лет назад, ну и сейчас такие делают. Купить его можно, блин, вон на авито я посмотрел там, за тысячу, за полторы тысячи рублей такие вот конденсоры продают. Вот, пожалуйста. Если есть возможность заказать где-то у кого-то, может быть, на каком-то заводе, на каком-то предприятии, я думаю, это не сложно. Вот смотрите, здесь вот у меня сделана муфта и штуцер. Это для силиконового шланга, чтобы я подключал сюда сухопарник. Раньше у меня вот это, вот видите, здесь резьба, у меня в качестве куба используется, использовался молочный бидон, вон он там стоит сейчас с брагой. Вот здесь резьба, да. В крышку бидона был вкручен вот этот аппарат, наглухо через прокладки, крышка съемная. В бидон браги налил, аппарат вместе с крышкой раз, закрыл, все. Больше ничего было не нужно. Потом я уже начал мутить самогон сухопарниками. Для этого сделал вот здесь вот штуцер. На этот штуцер одевается силиконовый шланг. Силиконовый шланг, обязательно, ребят, повторюсь, силиконовый шланг. Не ПВХ, какая-то пластмасса, резина, а силиконовый, обязательно силиконовый шланг. Вот. И такой же штуцер у меня стоит в крышке бидона. Когда я перегоняю, делаю перегон первый раз, перегоняю брагу в спиртсерец, я прям с крышки бидона сюда шланг и гоню на полной мощности. Вот. Плиту включаю на полную мощность и перегоняю до суха, пока в браге не будет спирта вообще. Второй перегон. То же самое. Наливаю спиртсерец в бидон, только уже подключаю сухопарник. Сухопарничек у меня вот такой вот конструкции. Я его не сам сделал, я его купил за 600 рублей у одного хорошего человека. У меня по поводу этого сухопарника видосов там полно. Где его купить, до сих пор вопросы задают. Ребят, посмотрите у меня видосы в плейлисте, все о самогоне, домашней винокурне. Там есть почтовый адрес человека, электронной почты, которая эти сухопарники делает и продает. Если не хотите такой покупать, вот у меня изначально я делал сухопарник, обычная завинчивающаяся крышка, в ней просверлил два отверстия, поставил два вот таких же сантехнических штуцера, все, вот готовый вам сухопарник. Все, нет проблем. Потом уже вот приобрел такой. Это вот у меня сделана трубка для барботажа, это барботер получается. Все, проще, ничего нет. Вот, самый простейший самогонный аппарат. Молочный бидон, ну я не знаю, можно по дешевке купить, блин, где-нибудь у соседей, у друзей найти. Вот, можно там новый купить, но новый молочный бидон стоит дорого. Хотя там начинают все, а в алюминии гнать нельзя, туда-сюда, я всю жизнь гнал. В молочном бидоне ничего страшного. И до сих пор многие гонят. Если есть возможность купить емкость из нержавейки, пожалуйста, купите емкость из нержавейки. Смысл вообще в чем? Если вы только начинаете, хотите начать заниматься самогоноварением, все оборудование можно приобрести или сделать самому с минимальными, с минимальными затратами. Потому что вдруг, ну не пойдет у вас это дело, вдруг вас это дело не зацепит. И вы купите там прям сразу дорогостоящее оборудование, оно будет у вас просто так валяться без дела. Я думаю, что начинать надо с простейшего. С простейшего. Чем проще, тем лучше. И там вы уже поймете, нравится вам вообще этот процесс или нет. Я почему гоню самогон? Не для того, чтобы его там, блин, ежедневно синячить. Нет, мне нравится именно сам процесс. Мне это нравится, это мое хобби. Вот именно сам процесс, там поставить брагу, все это выгнать, все эти тонкости, нюансы, там пробовать что-то новое, искать какие-то новые решения, там новые рецепты. Ну, чисто это вот как хобби. А не для того, чтобы выгнать какой-то мутняк, нахуяриться, нажраться, блядь, и все. Нет, не для этого. Вот. Поэтому я говорю, если кто-то для себя решил только что начать гнать самогон, он хочет, не обязательно покупать сразу дорогостоящие оборудования. Начать можно с малого, с малых, с минимальных затрат. Полазите на Авито. Блин, вот таких вот конденсоров там продается полно. И они недорогие. Молочный бетон, пожалуйста, можно найти, блин, у себя в городе где-то купить, бэушный. Силиконовые шланги, да. Я силиконовые шланги заказывал в интернет-магазине, сейчас уже не вспомню, каком было это давно. И они, так сказать, ну, не дешево стоят. Я заказывал 3 метра, а там метра где-то рублей 250 стоит. Ну, блин, они вам прослужат вечно. С ними ничего не случится. Это настоящий силикон, который полностью инертен ко всему. Он не дает никакого вкуса, не дает никакого запаха и выдерживает температуру до плюс 300 градусов. Вот. Вот такой вот силиконовый шланг. Я 3 метра покупал, мне, во, убийца. Вот, еще там осталось в запасе, все это дело лежит. Так что, друзья мои, вообще, что еще хочу сказать по поводу, по поводу вот этого всего нашего хобби, нашего самогоноварения, домашней дистилляции. Однозначного мнения, я считаю, по приобретению самогонного аппарата нет. Об этом я уже много говорил. В нескольких своих видосах говорил, что нет однозначного мнения, какой самогонный аппарат мне купить. Вот, типа того. Вот. Еще, еще вот, что хочу сказать по поводу вот таких вот простейших самогонных аппаратов. Это самогонный аппарат, он, этот холодильник, он проточный. Вот. Сюда вода входит, отсюда вода выходит. Также, также можно сделать, опять же, самому, или также купить, это не проточный самогонный аппарат, а, как он правильно называется-то, я уже забыл, как его обозвать, автономный. Это, допустим, блин, какая-то емкость, типа ведро, внутри этой емкости, накрученной, из трубки, допустим, из меди, диаметров, там, 10 миллиметров, змеевик, и внутри этой емкости, этого ведра, вода. Все, пожалуйста. Вот вам готовый конденсор. Особенно для тех, у кого, или, дорогая вода, или, допустим, ну, может быть, нет воды, может быть, где-то на дачном участке вы гоните, может, где-то в деревне, где у вас нет воды из крана. Вот такое решение для вас. У меня вода есть, и вода у меня дешевая. Вода у меня стоит, дай бог памяти, 24 или 26 рублей куб. Так что я по этому поводу не парюсь совершенно. Я, допустим, засекал, если я занимаюсь перегоном браги сутки, я вот перегонял брагу 110 литров, ну, на все про все у меня ушли, можно сказать, сутки. Вот. Воду я не экономил, я не делаю тоненькие струечки всякие, я включаю там и не парюсь. У меня за это время даже куба не ушло. Это я истратил меньше 20 рублей на воду. Так что по поводу воды я совершенно не парюсь. У кого-то может быть другая ситуация. У кого-то вода стоит дорого, так что можно купить или сделать не проточный холодильник, а автономный. Вот. По поводу автономных холодильников очень много видео на ютубе, можете посмотреть, там сложностей вообще никаких. Так что вот это все, что есть самое-самое на и простейшее. Это простейший конденсор, простейший сухопарник, простейший сухопарник. Да, повторюсь еще, что первый перегон браги в спирте рец я делаю без сухопарника. Сухопарник я подключаю только на втором перегоне. Только на втором перегоне. Вот. И головы я отбираю без сухопарника. Я отбираю головы, потом подключаю сухопарник и начинаю отбирать уже тело, а далее хвосты. Так что, друзья мои, вот такая вот нехитрая конструкция. Вообще-то совершенно нехитрая, совершенно наипростейшая. Такие вот аппараты делают ребята, сами я видел на ютубе, из труб канализационных. Ну, естественно, внутри там идет медная или нержавеющая трубка, а сам кожух из канализационных труб, которые там стоят копейки. Так что, если есть желание, если есть руки, даже можно все это сделать самому. Не обязательно вообще ничего покупать. Ну, за исключением есть только силиконовых шлангов. Тут затраты вообще совершенно, совершенно минимальные. Минимальные. Вот. Если вы хотите попробовать, если вы хотите попробовать, пожалуйста, просто минимальные затраты. Нет у вас воды, сделайте автономный конденсор. Вообще нет никаких проблем. Ребята, и вот эти вот вопросы, какой самогонный аппарат мне купить, ну, я считаю, они совершенно неуместные. Даже у тех людей, у того же Антоновича там, или там, у Лева, у которых там большие каналы по самогону варенью, которые протестировали огромное количество разного оборудования, даже они вам не ответят, какой самогонный аппарат вам купить. Потому что это вопрос такой риторический. Ну, что, дорогие друзья, да, я думаю, все уже разжевал, все рассказал, добавить, наверное, мне больше уже нечего. Так что все, всем пока, гоните самогон, не пейте магазинный шмурдяк, не пейте паленку, гоните самогон, если хотите выпить и угостить друзей, угощайте и выпивайте только качественный, качественный самогон. А вообще никогда не забывайте, что все-таки даже свой домашний качественный самогон, это все-таки спиртосодержащая жидкость. И даже самым вкусным, самым качественным самогоном нельзя злоупотреблять. Все, друзья мои, всем пока, до новых встреч. ЧАЛЬЗАХУЙНЯ! ЧАЛЬЗАХУЙНЯ!